В следующем году Госкомитет судебных экспертиз отметит пятилетие со дня своего образования. Это самое молодое ведомство в системе органов внутренних дел Беларуси. Его работа не так часто освещена в средствах массовой информации. О ней мы знаем мало. Рассказать, что за профессия такая – эксперт-криминалист или судмедэксперт – это одно, но лучшее решение – наглядно познакомить потенциальных сотрудников с особенностями службы в ведомстве. О нашей деятельности в основном знают только правоохранительные органы, прокуратура и суд. Вместе с тем, наверное, многие зачитываются до сих пор детективами, начиная с подросткового возраста. И одно дело, когда по книге, по художественной или по фильму, по сериалу, ты смотришь, как кто-то по следам устанавливает, находит преступника. Другое дело, когда ты можешь косвенно попробовать это сделать сам на наших, скажем так, информационных точках, стендах посмотреть. Заглянуть в историю криминалистики, увидеть технику, которой пользовались 50, 70 и 100 лет назад эксперты при работе на местах происшествия, провести дактилоскопическую экспертизу или проверить на подлинность денежные купюры – все это с удовольствием сделали учащиеся кадетского училища. Нам рассказали вообще, как снимаются отпечатки, как этот процесс происходит. Ну, то есть сначала заполняется дактокарта, там заполняются данные человека, которые поступают к ним, и потом проводятся отпечатки пальцев, ну, то есть там дактилоскопический станок, дактилоскопическая мазь, оно все, ну, там как-то раскатывается на бумажке по-специальному, и потом отпечатки пальцев снимаются, и все. Я знала, что такое есть, но видеть не видела, поэтому мне было очень интересно посмотреть. Наверное, самое интересное – это было снятие отпечатков пальцев, как это все происходит, как этот процесс судебной экспертизы, все, вот как приезжают на место происшествия и начинают работать эксперты. Это, если честно, очень интересно было. Ну, и многое из этого мы, конечно, уже знали, мы кадеты четвертого курса, нам это уже много рассказывали, к нам уже приезжали. Я собираюсь пойти в Академию МВД на следственный экспертный факультет, стать следователем. Несколько площадок, одна интереснее другой, ждали мальчишек и девчонок, где еще увидишь, как работает эксперт на месте происшествия. А здесь все это воссоздали практически буквально. Поступило сообщение в тяжелую часть о том, что обнаружен труп мужчины. Естественно, оперативная группа, выпут на место происшествия, начинает осмотр. В этой работе нельзя ничего упустить, важна каждая мелочь, каждая деталь, ведь все это поможет выйти на след преступника и разоблачить его. Важный помощник эксперта-криминалиста – рабочий чемоданчик, в котором есть все, что может понадобиться при осмотре места происшествия. Профессию эксперта, как нам удалось узнать, можно получить в Академии МВД на следственной экспертном факультете. Да и выпускники других вузов смело могут пополнить список сотрудников ведомства. Ведь сегодня столько видов экспертиз – фоноскопическая, судебно-психиатрическая, тросологическая, баллистическая – спектр довольно широкий.